Один мой знакомый поставил себе на телефон в качестве звонка крик Маши Шараповой, когда она играет в теннис. Судя по вашей реакции, вы уже поняли, что там происходило. Допустим, ему звонят, а у него вместо делень-делень раздается... 25 вариантов. А у нашего директора был день рождения, и мы всем учреждением скинулись ему на телефон. И я, пометуя идею моего приятеля, прямо в магазине загрузил ему в телефон крик Машеньки Шараповой, который играет в теннис. Вручили мы телефон директору, он буркнул спасибо, он у нас человек деловой, и тут же за работу вызвал к себе главного инженера Тарасова и заперся с ним в кабинете. Люди сидят, делают свое дело, ни о чем не думают, таком особом. И вдруг из кабинета директора раздалось. 25 вариантов. Но я-то знаю, в чем дело, остальные же не в курсе. Нина Петровна так удивленно сказал, «Ничего не понимаю, я же вроде тут!» АПЛОДИСМЕНТЫ Жуков ей сказал, «Нина, у тебя совсем другой звук». Нина Петровна поперкнулась и застыла, как лошадь под маршалом Жуковым. Одним словом, сотрудники нашего учреждения хихикали, комментировали эти охи-ахи из директорского кабинета. Очень им было весело, пока из кабинета не вышел главный инженер Тарасов. Народ остолбенел. Тем больше Тарасов был весь раскрасневшийся и всклокоченный. Громко сказал, «Ну что делать?» АПЛОДИСМЕНТЫ Провинился – получи! АПЛОДИСМЕНТЫ А с нами по-другому нельзя, товарищи. Никак. Никак. Ну, я-то знаю, в чем дело. Народ притих. АПЛОДИСМЕНТЫ В нашем учреждении произошли неимоверные видоизменения. Все, не сговариваясь, дружно, вместе, одновременно, начали работать. АПЛОДИСМЕНТЫ Чайники повыбрасывали. АПЛОДИСМЕНТЫ И бухгалтерия за 20 минут сделала годовой отчет за 2014, 2015 и 2016 годы включительно. АПЛОДИСМЕНТЫ Уборщицы мыли окна впервые за 300 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы увидели улицу. АПЛОДИСМЕНТЫ Весь коллектив бросил пить, а сторож Шубин, наоборот, вылакал бутылку, АПЛОДИСМЕНТЫ Закурил, закинул ногу на ногу и загадочно произнес. АПЛОДИСМЕНТЫ Чему бывать, того не миновать. АПЛОДИСМЕНТЫ Уж побыстрее бы он меня сориентировал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Надоела эта неопределенность. АПЛОДИСМЕНТЫ Советperformы в моей scenarios Сели в fürh-u к нам приехала сели в приёмной, сидят, ждут, И в это время, опять Раздалась из кабинета Ооооооо... 25 вариантов АПЛОДИСМЕНТЫ Комиссия рассердилась «Что!? Как!? В рабочее время!?» Секретарша говорит «А когда ж ещё?» «У нас традиция» Пришел на работу, получи. Лысый из комиссии говорит, интересненько, ясненько. Уборщица Гронькина говорит ему, что у тебя ясненько, оборвать. Директор работает. Собрал этих инженеров цехов и объясняет им, что с ними будет, если они не выполнят годовой план. Этот лысый говорит, странный способ воздействия. Гронькина говорит, а нам нравится. Идем на работу, как на праздник. Надеваем на себя все новое. Вот только вот комиссии замучили. Ну ничего, ничего, я сама слышала. Сегодня директор звонил жене, сказал, ночью меня не жди, комиссия приезжает. Буду с ними до утра, пока они шевелиться не перестанут. Комиссия шапки похватала и на утюг. Лысый, правда, вернулся. Нам по секрету сказал, вашего директора будем забирать в Москву. Пусть он у нас там. В министерстве порядок наведет. Пусть он у нас там. Это вот день. Пусть он у нас там. Пусть он у нас там. Песня или былина, а может быть, элегия. У дороги трасса М-102-500 Куст огромный и раскидистый растет. Этот кустик посадила гор Гаи Конкретно для засад своих. Как-то ночью заседает в спецкусте Вася Крючкин, лейтенант ГИБДД. Дождик капал, Вася Крючкина мочил, Но тот работал, что я синий. О-о-о-о! Вдруг проснулся свет глаза от мощных фар. Достает он из-за пазухи радар. Нифига себе! Джип несется мимо Вась 140 километров. Вася Крючкин, чуть свисток свой не глотнул. Другом жезлом, словно шашкою взмахнул. Куст покинул, встал и громко засвистел, Но джип тот мимо пролетел. О-о-о-о! О-о-о-о! Вот же ж наглость, Только Васю надо знать, Прыг в шестерку! И давай джип догонять! И догнал ведь, И к обочине прижал, И с джипа вылез генерал! А-а-а-а! О-о-о! СМЕХ 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 Вася Крючкин Все ж таки глотнул свисток. СМЕХ СМЕХ В этом деле Генерал ему помог. СМЕХ Ты кого же, брат, Тормознул твою раз так, Ты что ж там охренел в кустах? СМЕХ Вот же ж номер, Ты читать умеешь, а? Так ведется, Сейчас с коррупцией борьба, Вякнул Вася. И в том месте, прям как был, Стал первой жертвою борьбы. СМЕХ СМЕХ У-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у. АПЛОДИСМЕНТЫ У дороги куст цветет, А в нем в очках. Вася Крючкин, посидевший на висках, став сержантом, до радара он сперва в бинокль смотрит на мирак. Спасибо, уважаемые зрители. Добро пожаловать на новогодний выпуск одного очень популярного ток-шоу. Всем добрый вечер, это новогодний выпуск ток-шоу, давайте поболтаем. Новый год. Время, когда радуется душа, поёт тело и рыдает печень. Сегодня у нас в студии популярные герои сказок, которые расскажут нам, как они провели новогодние праздники. И вот наш первый гость, который все праздники работал не просыхая, потому что сильно потел, таская за собой мешок с подарками. Ну, конечно же, это наш любимый Дед Мороз. Встречайте. Здравствуйте, Дедушка Мороз, присаживайтесь, пожалуйста. А что у вас в стакане? Водочка? Нет. Снегурочка. В смысле? Пссс. Мы жарили шашлыки. А эта дурочка прыгнула через мангал. Вот всё, что осталось. Жалко. Ну, расскажите нам скорее, как вы провели новогодние праздники? Да не очень. Грустно было. Как же песни, танцы, хороводы? Какие хороводы в вытрезвителе? Прямо из детского утренника. И забрали, даже бороду сбрили. Кстати, видео, как вас забирают, набрало в интернете 2 миллиона просмотров. Давайте посмотрим. На чёрной скамье, на скамье подсудимых. Это не я. Это Санта-Клаус. Во всех наших бедах виноваты Янки. А по-моему, пьянки. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку. Тянут-потянут, не потянули ипотеку. Эту историю мы расскажем в самое ближайшее время. А сейчас не переключайтесь, потому что у нас в студии очень популярные герои. Красавица и чудовище. Так, чудовище я вижу. А где красавица? Я красавица. Просто не выспалась. А где тогда чудовище? Ща позову. Чудовище! Чудовище! Я узнал вас, уважаемая Кончита. Присаживайтесь, пожалуйста. Расскажите нам, как вы провели новогодние праздники? Ну, если быть точным, то Кончита. То или это, какая разница? Расскажите нам, как вы провели новогодние праздники? Где были? С кем гуляли? О, на новогодних праздниках я познакомилась с одним очаровательным фриком, котом в сапогах. Вы вместе куда-нибудь сходили? О, да. Я сходила на елку, а кот приведет меня в сапоги. Спасибо большое. Мы продолжаем наш новогодний эфир. Десять лет не смеялась, царевна не смеяна, но Ивану-дураку все-таки удалось ее рассмешить во время первой брачной ночи. Это видео мы покажем чуть позже, а сейчас не переключайтесь, потому что у нас в студии знаменитый любитель животных и известный собаковод. Встречайте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Герасим. Здравствуйте. Я знаю, что на Новый год вы ездили на море вместе с вашей собачкой. Вы плавали, загорали, как водичка. А что-то я не вижу рядом с вами собачку, а всем зрителям интересно, где собачка? Не переключайтесь. Сбежала неблагодарная. Я ее холил, лелеял и пятигрей в миску, и кость ей в горло и камень на шею. А эта скотина неблагодарная сбежала. Спасибо, Герасим. С вами все ясно. Бу-бу-бу-бу-бу. Было у отца три сына. Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был фанат Ольги Бузовой. А у нас в студии знаменитая женщина-иностранка прилетела к нам из Великобритании. Встречайте, Мэри Поппинс. Здравствуйте, мисс Поппинс. Присаживайтесь, пожалуйста. Расскажите нам, как вы провели новогодние праздники. Моё имя Мэри, фамилия Поппинс. В новогоднюю ночь я немножко засну в сугробе. И отморозить, немножко отморозить. Что отморозили, мисс Поппинс? Как это по-русски? Свою фамилию. Потом подул ветер, и я залетела. К нам на передачу? Как это по-русски? Залетела по-настоящему. И как же это случилось? Не переключайтесь. На крыше познакомилась с каким-то бомжом. У этого бомжа сзади пропеллер. Чуть выше моей фамилии. Он угощает меня очень старое варенье. А потом... Что, что, что потом? Потом, я не помню. Спасибо, мисс Поппинс, за ваш интересный рассказ. После встречи с Карлсоном, каждая женщина ждет малыша. Кстати, о малыше. Я хочу пригласить в нашу студию очень известного человека, который даже блохе сумел вырезать аппендицит. Встречайте, это, конечно же, наш любимый, добрый доктор Айболит. Приветствую вас! Присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, доктор. Приветствую вас! Приветствую вас! Говорят, все новогодние праздники вы ходили по домам, лечили больных зверей. Да, я всем разносил лекарства. Кому пиво, кому рассол. Ну, скажите, а какие-нибудь новогодние происшествия случались? Буквально вчера ко мне прискакал зайчик. Зайчик, он сел на фейерверк. И у него загорелся хвостик. И что вы сделали? Я так хотел зайчика потушить. С хренком, с лучком, с горчицей. Но поскольку я давал клятву Гиппократа, я поплевал косому на хвостик и отпустил его обратно в лесок. Спасибо вам, доктор, за вашу доброту. Пожалуйста! А мы продолжаем наши новогодние истории. Подошел Илья Муромец к Василисе в бане и сказал «Три богатыря». И она терла богатыря три дня и три ночи. А у нас в студии герой, который тоже любит потереть. Встречайте, знаменитый Аладдин. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Переветик. Здравствуйте. Вы известный представитель Востока. Воскока? О, я вижу, вы еще не отошли после праздников. Уважаемые, а как тут отойдешь, когда у меня волшебная лампа? Потерешь ее правой рукой, оттуда джин. Появляется? Нет, наливайся. Потерешь левой рукой, оттуда наливайся тоник. Ну, а если потереть двумя руками, я так понимаю, будет джин с тоником? Нет, водка. Подождите, а как же три желания? Слушай, зачем мне три желания, когда у меня есть сток водка? И много вы уже выпили? Посмотри, все руки в мозолях. Эту историю мы обсудим в наших следующих передачах. А сейчас давайте поднимем бокалы, а тост нам произнесет популярный сказочный герой, наш постоянный гость, мудрый Гудвин. Значит, слушайте, сюда. Однажды две лягушки упали в бочку с коньяком. Одна сразу сдалась и утонула. Другая лягушка хотела жить, поэтому, чтобы не утонуть, она начала пить этот коньяк. Пила, 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 пока не выпила всю бочку. Мораль. Хочешь жить, пей коньяк. Спасибо. Подожди! Я не сказал главного. Потом пришел этот Иван Царевич, поцеловал эту лягушку, и она превратилась в прекрасную принцессу, и от нее еще 10 лет несло перегаром. Мужики, не целуйте вы всяких пьяных жаб. Целуйте нормальных, трезвых женщин. Поцеловал сразу в кровать, нам демографию надо поднимать, они жаб целуют, подонки, сволочки! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так! С шутками мы провели новогодние праздники, теперь можете переключаться. АПЛОДИСМЕНТЫ До новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ У нас все время идут по телевидению новости, поэтому я позволю себе почитать вам разные мелочи, будем считать их новостями. Итак, познакомился в интернете с девушкой, пишу, расскажи о себе, отвечает, я не пью, не шляюсь по мужикам, ложусь 22 часа, встаю в 6.00, тихая, спокойная, послушная, но все изменится, когда я выйду из тюрьмы. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос в кроссворде, инструмент для закапывания, три часа голову ломал, все перебрал, лопата, кирка, совок, а оказалось пипетка. АПЛОДИСМЕНТЫ В автовой сидит мужик с початой бутылкой водки, к нему подходит контролер, мужчина за проезд, во, точно, за проезд. АПЛОДИСМЕНТЫ В наше время у нас в школе охранников не было, вполне справлялась уборщица с мокрой тряпкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы почему не дали мне Оскар, потому что я черный? Успокойтесь, гражданин Панкратов, и не мешайте работе жюри. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Развезся женой, а сейчас в инстаграме смотрю ее фотки, ездят с разными мужиками по заграницам. Значит, если бы не я, так бы и не увидела мир. АПЛОДИСМЕНТЫ Телефонный разговор. Твой ребенок опять у меня во дворе без штанов гоняется за моей собакой. Ну, мальчишки всегда остаются мальчишками. Но твоему уже 30 лет, и он бухой. АПЛОДИСМЕНТЫ Внученька, как там поживает твой грейпфрут? Бабушка, сколько можно объяснять, что не грейпфрут, а бойфренд? АПЛОДИСМЕНТЫ А когда у нас зарплата будет? Когда вернется бухгалтер? Она в отпуске, она в розыске. Бабушка в маршрутке. Сынок, остановись возле базара. Базара нет, бабуля. Как нет? Вчера еще был. Я в шоке от наших людей. Пить шампанское, водку, пиво с шашлыками, потом кофе с тортом и курить по 20 сигарет в день, это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то вредно для здоровья. АПЛОДИСМЕНТЫ Для нашего туриста все, что не прибито к полу в номере отеля, сувенир. Ух ты, у вас в офисе такая прикольная жаба с монетками. Вообще-то это наш кассир. Утверждение, что джентльмена больше нет, несправедливо. Например, я видел мужчину, который держал зонтик над женой, пока она меняла колесо. Захожу в банк и вижу рекламу. Мы доверяем нашим клиентам, а ручка к столу привязана. У меня не было денег, поэтому стриптизерша в трусы я просто крикнул «Спасибо!» Саша, я давно хотел сказать, я люблю тебя. Я Денис, не придирайся. Ненавижу, когда кто-то смотрит, как я ем. Сразу стараюсь кушать грациозно и красиво. И обязательно или подавлюсь, или чай из носа пойдет. Вы с женой во время секса разговариваете, но если она позволит в это время, почему не поговорить? Милый, ты же за свадьбу говорил, что готов ради меня умереть. Ну ладно, давай, давай сюда свои котлеты. Сегодня пришла смс-ка с незнакомого номера. Прости, малыш, дело не в тебе, я повстречал другого. Так бывает, прощай. Блин, меня даже чужая баба бросила. Ну и последнее. Когда я курю на балконе, то никогда не выбрасываю окурки вниз, потому что боюсь, что окурок занесет ветром в какое-нибудь окно, начнется пожар, взорвутся газовые баллоны, погибнут люди, начнется следствие и выяснится, что я виноват. Меня покажут по телевизору и мама узнает, что я курю. Слава богу, доченька. Наконец-то я тебя нашла, искала, искала, искала. Мать-то родная тебя, по цвету, по запаху, по следу найдет. Куда ты ходила к мне, у тебя, билы ты моя. Хо! Мама! Что мама? Что мама? Я уже 67 лет мама. Дай бог еще 67 лет прожить. Потом бы уж поговорили, а кроме матери, правда, тебе никто не скажет, потому что я мать твоя. мать 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 м доченька. И прожить ее нужно с матерью. Мама, с вами на одной территории невозможно выжить. Слушай, выживают кошки, собаки. Мы, слава Богу, ничего. Живем, хлеб жуем, слава Богу. Да, вот мамочка, мне очень интересно, где теперь выживает моя старшая сестра Валя вместе с кошкой и с собакой, а? А где она выживает? Ну вот где, мама? Ну где выживает? А я вас хочу спросить, мама, где? 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 Нигде. Вот. Все верно, правильно. А почему? Почему? А почему, мама? Ну почему? А потому что вы им жить не давали. Все, Валя, мужа искали. Да? Да. Но ведь нашла мужа-то. Так и где он? Где? Где, мама? Муж-то где? Ну где он? В Караганде. Правильно. А почему? Почему? Вот Валяны все пять мужей, все уехали в Караганду. Да, мать опять виноватая. Мама. Че, мама? Вале 47 лет. Ей бы уже о себе надо бы подумать. А матери сначала думать, а потом уж и себе, милая моя. Как ты с матерью разговариваешь? Вот, и родить же говорят свиня, бобра. А тамсины не родятся, апельсины. Вот вылитый агафон, отец. Вылитый агафон. Честное слово, вылитый агафон. О-о-о. Че? Слава богу, мама. Я хоть имя родного отца узнала. А отец-то мой кто? Кто? Кто мой отец? Мама. Кто? Мама. Мой отец кто? Отец? Да. Холодец. Не хотел его тебе говорить, но уж скажу. Он на этих холодильных в Африках работал, вот, на эти фуры переезжал, с тушами ехал. Однажды его посадили в туши, ребята по пьянке перепутали. Он куда-то уехал, открыли, отца нет, а туши нашли. Вот такая история. Ой-ой-ой. Смотри, ой-ой, маленький-маленький. Разбудила своим разговором так. Ох, умел бы говорить, щас бы всё рассказал про отца, как, наверное, пиво пьёт домой. Мама. Чё мама? Правда, это глаза, Коля, чё мама-то? Чё мама? Мама, знаете, все такие дураки, а вы умная. Да, я умная. Прям-таки все дураки, а вы такая умная. Все дураки, а я умная, потому что я мать... Мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать. Прям все дураки. И даже мой Валер. Ой, твой Валерка вообще. А чел без ушей и карлик без носа. Да, твой Валер. Ему так и передай? Ой, так и передай, Валерка твой. Валерка твой. Алло, Валерчик, привет, дорогой. Ты знаешь, я тут с мамой встретилась, и знаешь, что она говорит? А? Хорошо. Че это там опять вы... Че он сказал-то? Да так, ничего, мамочка. Ну говори, чего? Просто цитирую. Ну говори уже. Он сказал, что если это будет еще лаять и мяукать, то я ее спущу с 17-го этажа без веревки и страховки. С удовольствием. Масенька. Доченька моя. Красавица. Я ведь как мать-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Не хотела тебе говорить, а ведь скажу сейчас всю правду. Валерка-то твой хороший мужик. Золото. Мужик сказал, мужик сделал. На таких мужиках мир держится. Чаще нужно ему свободу давать. Ты его береги, слушайся во всем. Что ты, не мужик, золото. Я хочу вас пригласить в свой виртуальный музей юмора. Все экспонаты этого музея были собраны лично мною, зрителями с моих сольных концертов, подписчиками моих социальных сетей. И вот глядя на это богатство, думаешь, что смешное, оно всегда рядом. Только надо увидеть и рассмотреть. Начнем мы нашу экскурсию в зале, который называется «Ценники». Слушайте, я был в Белоруссии. Мне после концерта отдали такой презент. И там, наверное, нечаянно остался ценник. Этот ценник произвел неизгладимое впечатление на мою судьбу. Было написано следующее. «Перчатки мужские, козлина». Я вот тогда подумал, или это название бренда, или это материал, или это лично мне. А как вам такой ценник? Бюстгальтер женский. Я полвека прожил, мужского в глаза не видел. Или такой ценник? «Трусы мужские». Да, ничего необычного. Только ниже приписочка. «Обхват груди 92». В Белоруссии в одном сувенирном магазинчике я увидел стоять такие смешные мужички с пейсами в кипах. Но ценник гениальный. Евреи белорусские. Конечно, особая фантазия нужна, чтобы придумать ценник для туалетной бумаги. Я в свое время пережил туалетную бумагу «Успех». Потом была «Белоснежка». «Сирень». Но последнее культурное потрясение – это туалетная бумага «Опережая желание». Это не все. С ароматом Европы. Сочи тоже внес свою лепту. Тут в супермаркете продавался салатик. Ценник. Салат греческий. Видимо, давно лежал. Ценник слегка видоизменили. Теперь салат древнегреческий. Следующий зал, дамы и господа. Таблички на заборах. Ну, кто из нас не бывал в частном секторе и не видел эти гимны доброты? Например, «Внимание! Звонок не работает. Дразните собаку!» Или «Осторожно! Во дворе злая собака. А кот вообще дебил!» Ну, и мой фаворит. На русско-немецком наречии написаны «Ахтунг! Нихт коммен! Иначе алабай откусит балалай!» Следующий зал, господа, магазины. Вы знаете, у нас очень любят в названиях продуктовых магазинчиков давать женские имена. Красиво. Едешь по трассе. Валентина, Ольга. Но один магазин меня просто потряс своим названием. «Вика круглосуточна!» Я просто мечтаю на эту труженицу взглянуть. В Туле открыли «Виноводочный». Ну, точнее, название не придумать для «Виноводочного». «Вечный зов». Крым порадовал. Не отстает от Тулы. Там тоже «Виноводочный». Потрясающее название. Вот оцените эту игру слов. «Розовый» в «Халаминго». Следующий зал, объявление. Я всегда поражался, как иногда одной строкой можно показать всю судьбу человека. «Сдам комнату двум молодым девушкам». «Трем не сдам. Возраст не тот». Или «А продается счастливое свадебное платье. Б.У. Я в нем пять раз замуж выходила. И каждый раз удачно». Следующий зал, реклама. Это наша особая гордость. У нас где-то выпустили пиво «Аватар». Это не все. Там еще рекламный слоган на этикетке. «Аватар». Научись управлять синим телом. Кроме того, мне очень понравился салон депиляции в Ёжкар-Оле. Во-первых, само название. «Лысый ёжик». Во-вторых, реклама перед входом. «Депиляция. Подмышки 300 рублей. До колен 600». В Астрахани тоже салон красоты. Там реклама в стихах. «Срочно сделай педикюр. Ты царапаешь бордюр». Вообще, вы обратили внимание, рекламы в стихах все больше у нас появляется. В Вологде, вещевой рынок. В трикотажном отделе рекламный щит висит. «Будь красив и нежен с носком свежим». Но мой фаворит, конечно, Чита. Там есть кафе, которое предлагает поминальные обеды на 9 дней, на 40 дней. Перед входом реклама в стихах. Слушайте, но Байрон и Гёте нервно курят в коридоре. «Пирожки с грибами. Ты больше не с нами. Пирожки с луком. Земля тебе пухом. Пирожки с яйцом. Ты был хорошим отцом. Ярославль, строительный рынок. Огромный рекламный баннер висит. Ламинат, ковролин, паркетная доска. Ниже. «Будь мужиком. Смени пол». В Петрозаводске есть ветеринарный салон. Напротив поставили рекламу. Внимание! Вторая кастрация бесплатна. «Приведи друга». Следующий зал, господа, география. Ну, согласитесь, нет такого человека, который, путешествуя по нашей России, нет-нет, да и не обращал внимания на, мягко говоря, загадочное название населенного пункта. Выдропушск, Мышегрёбово, Чемодурово и так далее. Что далеко ходить за примером? Сочи, просто кладезь в этом плане. Я как-то был свидетелем такого разговора. Туристы заблудились и спрашивают у местного аборигена. «Скажите, а там вот за поворотом, это Верхняя Лоу?» Он говорит, «Это Нижняя Буу. А мы вообще где?» «А вы в Мамедовой щели». У меня, конечно, любимица по таким названиям — это Свердловская губерния. Там все вот эти вот поселения парами ходят. Верхняя Пышма, Нижняя Пышма, Новая Ляля. Это ж были цветочки. Едем по трассе на Смоленск. Я вижу указатель на одну деревушку. Ну, мы сразу остановились, потому что у водителя был припадок. Я потом навел справки в Википедии. Действительно, есть такая деревушка. Живут бабушки, божьи одуванчики. Но название. Друзья мои, я вам его озвучу так, как я его первый раз понял. Есть кого. Это не все. Но может наш человек с его-то кипучей фантазией спокойно пройти мимо такого подарка судьбы. Есть кого. Конечно, кто-то ниже маркером приписал. Да некому. Мы не так давно были в Пензе и в окрестностях. И там меня поразило поселение с загадочным названием «Татарская пинделка». Я даже об этом вечером в Пензе на концерте сказал. После концерта в гримёрку заходят три женщины. Говорят, мы оттуда. Думаю, ну сейчас бить будут. А они хохочут, говорят, Сергей, правильно не пинделка, а пендилка. Я им говорю, вы только вошли, я сразу подумал, три пендилки. Друзья мои, конечно, об этом можно говорить бесконечно, смеяться над этим бесконечно. Но это наша земля, наш язык, наши традиции. И простите за нечаянный патриотизм, мне бы хотелось закончить нашу экскурсию этим четверостишием. Никогда не найду я ответа. Я ночами уже плохо сплю. Почему и за что вот всё это больше жизни своей я люблю? Добрый вечер. Я насчитал 12 человек в масках. Но физиономию у всех красные. Отчетно в России загар – это лучшее средство от ковида. Но за долгие-долгие годы я и писал, и уступал, и ездил. Вот две истории, связанные с самолетами. Это мы с женой куда-то летели, чартерный рейс, полный самолет. Один туалет закрыт, очередь в другой. Где-то через час я стал спокойно, занял очередь. И дама, стоявшая передо мной, всё время оборачивалась и говорила, «А я вас узнала, а я вас узнала». Я говорю, «Ну, ради Бога». А с этого человека два, она делает такой широкий шейст и говорит мне, «Прошу вас». Я говорю, «Ну, зачем же я за вами, я постою». Она говорит, «Зря». После такой знаменитости и в туалет выйти приятно. Тоже самолет, уже другой. Уставшая стюардесса, идёт по проходу, в руках кофейник. Как обычно спрашивают пассажиров, чай, кофе, чай, кофе. Кто-то говорит чай, кто-то говорит кофе. И она из одного и того же кофейника. Чай, кофе, чай, кофе. Но я не артист, я автор, я читаю по бумажкам то, что сам написал. Коротенькие такие истории. На бабулю свалился кирпич, когда старушка при павкстене дома по буквам читала, «Опасная зона, возможно, падение наледи с кровли». Август месяц, какая может быть наледь? Орали родственники, пострадавшие от кирпича. Жилконтора сделала выводы. Приписала «Опасная зона, возможно, падение наледей, кирпичей, метеоритов». На тротуару с тех пор никого, опасаясь за жизнь, граждане на проезжей части между машинами шастают. «Простите, простите, у вас в Азии все яблочки понадкусаны, а целые есть? Понимаете, если червячок внутри затаился, позора перед гостями не оберешься. А надкусаны, значит, проверены. Угощайтесь». В купе поезда «Москва-Владивосток» познакомились двое мужчин. Скрипач симфонического оркестра, попутчик, годами мастерил табуретки. Первый день ехали молча. На вторые сутки купили водки. Подъезжая к Владивостоку, сошлись на том, что у табуретки со скрипкой много общего. Обе из дерева. А значит, все люди – братья. Волк, волк гонялся по лесу за зайцем. Косой, который час? Который час тебе русским языком спрашивают? Наконец догнал. Ну, что страшного, когда тебя спрашивают, который час? Смотря кто спрашивает. На той неделе вы задрали бобра, который не знал, где юг, а где север. Теперь без компаса никто из норы не выходит. Заяц, короче, который час? На моих безчетверти – юго-северо-запад-восток. По своему времени ужинать прошу к столу. Неприятности тянутся мучительно медленно, как очередь к зубному врачу. А когда что-то хорошее – секс или перечитать в доме деньги, фить, время со свистом в ушах пролетает. Вот поменять бы местами, чтобы хорошее тянулось долго, как очередь к зубному врачу, а неприятность проскакивала, как половой акт. Старейте, не ломая себя в ногу с отпущенным временем. Категорически избегайте диету, покой, воздержание. Часы показывают не время приема лекарств, а сколько осталось на радости жизни. Врачи говорят – того нельзя, об этом забудьте. Нахрена вам растянутая агония? Слышите, аппетитно хрустят огурцы, хихикают женщины, пенится пиво. Естественно, потекли слюнки. От валидола, пюре и овсянки слюна течь не будет. Простите за прямоту, но запор после сытного ужина в хорошей компании достойнее поноса от протертого супчика. То, чем не пользуешься, оно отмирает, особенно у мужчин. И наоборот, чем чаще, тем безотказнее. Кто на том свете не был, надеется, впереди загробная жизнь. Покойники с того света не возвращаются, и не от того, что там им значительно лучше. Не рискуйте откладывать что-то на после, рискуйте, пока можете, да. Коротенькая фраза. Я в полной заднице. Или, как говорят сегодня, нашел свою нишу. В книжном магазине в отделе распродаж стоят книги. К сожалению, никому сегодня уже не нужны уцененные Чехов, Мопассан, Хемингуэй. Слава Богу, моих книжек там нет. И тут зашел и вижу, уцененно стою я. Вот, Семен Альтов. Печально. А потом смотрю, кто со мной рядом на полке. Марк Твен, Гоголь, Толстой. Неплохой компанией оказался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.